В рубрике «Музыкальная история» сегодня грех не вспомнить песню, которую по случаю рождественского сочельника напевает вся Америка. И при этом большинство американцев искренне считают, что «Carol of the Bells» — это самая, что ни на есть, народная американская песня, которую на Рождество исполняли еще первые переселенцы. Ну а в действительности этой знаменитой на весь мир песни как минимум три тысячи лет, и сложили ее не гревшиеся у костра ковбои, а древние украинцы в те времена, когда еще были язычниками. Ну а привычную сегодня мелодию этой старинной песни про ласточку написал не так уж и давно, еще ста лет не прошло даже, украинский композитор Николай Леонтович. Он родился в семье сельского священника, где все любили музыку. Отец играл на виолончели, мать великолепно исполняла народные песни, и все дети, а было их в семье четверо, росли музыкально одаренными. По семейной традиции Николай должен был стать священником. Закончив духовную семинарию, где он, кстати, научился играть на скрипке, фортепиано, нескольких духовых инструментах и был регентом хора семинаристов, Леонтович пошел против воли отца. Он отказался от духовного сана и много лет работал школьным учителем. Но занятий музыкой Николай не бросил. Он писал много духовной музыки, занимался обработкой народных песен, а в 1901 году ему в руки попадает старинная украинская песня «Калятка Щедрик». На собственном вариантах Щедряка Николай Леонтович работал почти 20 лет. Он создавал все новые и новые варианты этого произведения, добиваясь того, что сегодня признают все музыкальные критики. Щедрик Леонтовича идеален. Не случайно эту «Калятку» знают, любят и исполняют во всех странах мира, где в ночь на 25 декабря отмечается Рождество. Первое публичное исполнение Щедряка состоялось в 1916 году в Киевском университете. А через пять лет, 5 октября 1921, трогательная и красивая песня была впервые исполнена «За океаном» на концерте в Карнеге-Холле здесь, в Нью-Йорке. И тут же стала хитом «Нумбер ван» в Америке. Песня стала популярной настолько, что в 1936 году редактор радио NBC Питер Вильховский пишет ее английскую версию. Песня напомнила Вильховскому перезвон рождественских колокольчиков, и он зафиксировал этот образ в своих стихах, назвав новый вариант «Каляткой колокольчиков» – «Carol of the Bells». «Калятка колокольчиков» стремительно завоевала сначала Рождественскую Америку, а потом и весь мир. Увы, человек, который создал самую известную праздничную мелодию человечества, до этого триумфа не дожил. Ему было 43 года, когда сотрудник винницкого ЧК хладнокровно лишил его жизни выстрелом в упор. До сих пор, кстати, непонятно, был ли чекист банальным оборотнем грабителем или выполнял задания руководства. Если верно последнее, то непонятно, чем мог помешать советской власти композитор, обработавший древнюю украинскую песню так талантливо, что она стала самой популярной в мире рождественской «Каляткой». Олег